всем привет это скринкасты меня зовут артур и сегодня расскажу как вам сделать моднейший splash screen примерно такой же классный как приложение юла для тех кто не пользуется юлой надеюсь в это исправите я покажу как он выглядит вот примерно вот так это гибко на на репите можно смотреть бесконечно но у нас время ограничено поэтому мы вернемся к делу на самом деле мы это делали в рамках глобального ребрендинга и естественно когда меняется логотип не может не поменяться внешний вид приложения я честно очень люблю делать анимации потому что ты можешь ходить показывать друзьям знакомым девушке и родственникам вот это сделал я вот это я запилил богатая пишет какой-то сетевой слой или оптимизируешь кэширование картин кто как-то непонятно как объяснить людям чем ты занимаешься на работе а вот анимации прям самое то кстати это я я так выглядел до того как начать программировать поэтому если вы еще не начали задумайтесь вы видите насколько я изменился но есть и плюс я начал зарабатывать больше денег поэтому задумайтесь вести все плюсы и минусы и примите решение кстати есть еще один приятный бонус твои фотографии распечатываю женщины но это тоже возможно уже будет вырезать по сказке от сфан так мы разделим нашу задачу на три этапа нам нужно будет подготовить статический сплэш-скрин который видно сразу при старте приложения дальше нужно будет делать динамический сплэш-скрин с анимации появления то есть у нас сначала появляется к эта штука потом идет к это задержка и дальше сплэш-скрин скрывается и просвечивается за ним содержимое следующего экрана и вот здесь ключевой момент на первый взгляд кажется что сложного сделать один экран и анимировать переход к другому экрану но есть нюансы связаны не с тем что не всегда главное будет являться первым экраном в приложении у тебя может открываться какой-то поп-ап или не знаю совершаться какой-то анимированный переход или если ты перешел в приложение по пушу то тебе нужно открыть карточку товара и поэтому я решил сделать такой лайфхак буду показывать сплэш-скрин на отдельном юай в инду это дает преимущество в том что нам не важно что происходит под сплэш-скрином это вообще отдельный юай в инду и мы от него никак не зависим так давайте начнем первое что нужно сделать это подготовить статический сплэш-скрин это можно сделать в launch screen storyboard здесь все просто у нас есть два image view один для бэкграунда то есть увидим там красивый бэкграунд и еще один для логотипа этого достаточно текста на столичность на статическом сплэш-скрине нету он появляется потом уже вот если мы изначально посмотрим здесь текста нет он появляется потом это уже другой экран так нам нужно все это прибить констрейнтами границам экрана очень давно не верстал в storyboard и даже соскучился мы ввели ими не пользуемся поэтому единственное где их вижу это на лекциях которые виду и вот на таких скринкастах так вставляем сюда картинку кстати я подготовил уже несколько картинок вот они здесь есть скриншот юлы чтобы была не пустота не белый экран а уже что-то вот внятное есть текста их 17 штук мы потом будем случайно подбирать к это и вставлять флэш-скрин есть бэкграунд градиентный и два логотипа один поменьше другой побольше я потом расскажу зачем нам два так вернемся в launch screen здесь нужно поменять контент мод чтобы она растягивалась до конца меняем на scale to fill дальше мы берем во первых мы сдвинем его вниз по иерархии здесь у нас будет логотип и вставляем сюда нужную картинку это logo splash logo теперь нам нужно сдать ему размеры пускай здесь будет 72 на 72 и прибьем по центру по оси x по центру а по вертикали будет смещено вверх на 56 поэтому мы здесь пишем минус 56 вот отлично давайте запустим посмотрим что получилось вот ура у нас есть флэш-скрин и белый экран не совсем то что нужно но уже что-то так так как мы не можем анимировать вот этот экран нам нужно сделать еще один такой же экран который визуально не будет или тинчен этому чтобы переход между ними был незаметен для этого мы идем в мой не storyboard и делаем все то же самое что мы сделали в launch скрине за единственным отличием здесь нам уже нужно будет добавить еще один мачью для вот этого текста сейчас я сделаю все то же самое потом кстати можно будет видосе это чуть сократить если будет слишком много потому что еще сделал то же самое что дело до этого просто какой-то момент на монтаже вы уберем так растягиваем имидж view для бэкграунда прибиваем его констрейнтами подставляем в него нужную картинку splash bg меняем контент мод на scale to fill и прибиваем к центру наш логотип здесь будет минус 56 и размеры ставим по 72 все отлично подставляем сюда логотип ура нам осталось добавить сюда текст image view но для начала запустим посмотрим вот у нас запустился статический splash screen и потом произошел переход на новый экран но его никто не увидел так и задумано это хорошо дальше у нас здесь начнет происходить какая-то анимация добавляем еще один image view для текста текст будем случайно генерить чтобы пользователи видели разные какие-то текста эти текста направлены в целом на то чтобы рассказывать людям что можно делать в юле поэтому будем показывать каждый раз раз так что дальше дальше нам нужно связать все это с кодом чтобы мы могли анимировать для этого давайте создадим в ю контроллер для этого экрана назовем его splash в ю контроллер так пишем импорт ю кит и создаем здесь класс под этот контроллер так пока мы тут сами программируем ребята из команды позаботились о вас и периодически меняют фотографии чтобы вы получали не только интеллектуальное удовольствие но и визуальное продолжим мы остановились на том что мы пытались создать аутлеты для логотипа и имидж вью с текстами перетаскиваем зажимая control в наш вью контроллер пишем здесь logo image view еще один аутлет для текста также перетаскиваем зажимая control пишем здесь текст image view так ура на самом деле нам нужен еще один вью контроллер потому что initial view контроллером будет являться не splash screen а то что лежит под ним то есть вот этот вот экран для этого мы создадим сюда еще один view контроллер перетащим сюда стрелочку чтобы он был initial view контроллером и подложим в него скриншот юлы чтобы не было пустоты так растягиваем его до границы экрана и прибиваем констрейнтами так теперь берем отставляем туда картинку скрин скриншот и также можем поменять контент мод на скил ту фил хотя здесь это было неважно так давайте запустим посмотрим что у нас получилось а получилось вот что у нас есть статический сплэш скрин и после него у нас сразу открывается initial view контроллер но как нам показать сплэш скрин сделать куда задержку и потом его скрыть для этого мы пойдем в наш апт-делегат и здесь методе did finish launching with options напишем код который собственно будет этим и заниматься давайте создадим объект назовем его splash presenter который как раз будет отвечать за всю эту историю с показом и скрытием сплэш скрина так новый файл splash презентер давайте объединим их уже в одну папку splash view контроллер и splash presenter чтобы проще было ориентироваться так перетащим на самый верх давайте сначала напишем протокол чтобы понять что мы хотим от этого объекта что он должен уметь пишем протокол с фрэш презентер description дескрип очень люблю слово description потому что я все время в нем допускаю печатки так во первых нам нужно будет уметь его просто показать поэтому пишем метод презент и и второе это dismiss то есть его нужно будет скрыть но также нам нужен будет completion зачем я покажу позже completion void давайте он уже будет опциональным потому что в целом он будет необязательным для определения вот и напишем сразу реализацию final class splash presenter он адоптит протокол splash presenter description я не люблю писать код руками поэтому я нажму command b чтобы комплятор сам за меня все дописал вот ура у нас есть презент dismiss и здесь у нас будет логика показа и скрытия сплэша давайте сразу напишем вызов этого метода а потом уже начнем заниматься реализацией в апделекате создаем свойство splash presenter он будет типа splash presenter description и сразу его создадим почему здесь вар потому что мы его потом удалим после того как укроем splash screen чтобы он потом не висел в памяти так splash presenter description да все правильно я просто иногда проверяю на опечатки так splash presenter говорим ему презент и после того как мы покажем splash screen нам нужно будет его через какое-то время скрыть это время обычно просто время загрузки конфигов каких-то конфигов с бэкэнда или чего-то еще так что мы просто напишем какую-то задержку две секунды например dispatch queue main async after вот пускай через две секунды у нас вызовется splash presenter dismiss и в completion мы освободим его из памяти vxself in не забываем про vxself self splash presenter равно nil все мы его удалили после того как скрыли splash screen так теперь пора написать логику в splash presenter чтобы он умел показывать собственно splash screen как я говорил мы будем показывать splash screen на отдельном UI window поэтому нам нужно сразу завести такое свойство давайте напишем private lazy var for ground splash window UI window равно так что нам нужно во-первых нам нужно чтобы это окно было на один уровень выше чем главное окно приложения поэтому мы сейчас пишем так splash window равно UI window и здесь есть такое свойство как window level которое как раз управляет какое окно за кем находится и мы здесь пишем normal минус нет не минус а плюс 1 потому что оно должно находиться на один уровень выше чем главное окно приложения и дальше нам нужно указать здесь root view controller и этим root view controller должен являться наш splash view controller так здесь пока напишем return splash window и нам нужно здесь создать наш собственный splash view controller как достать view controller из storyboard надеюсь вы помните если нет то я напомню мы переходим в main storyboard нашему splash view controller задаем storyboard id вот здесь вот с большой буквы напишем вот здесь вот с большой буквы напишем вернемся в splash presenter и его собственно отсюда достанем во-первых давайте заведем сначала такую константу let storyboard ui storyboard ui storyboard name main bundle nil и splash view controller равно storyboard instant shade view controller и identifier туда придаем тот который мы сейчас указали в storyboard у этого экрана и его можно скастить сразу под тип splash view controller потому что мы знаем что он им и является вот и в методе present что нам нужно сделать нам нужно просто сделать это окно видимым здесь есть два варианта можно написать make key invisible но нам это не подходит потому что мы не хотим чтобы наше окно становилось ключевым нам достаточно просто поменять флажок и с hidden пишем false так проверяем что получилось да мы здесь забыли конечно же указать root view controller так ура кажется все работает чтобы в этом убедиться давайте напишем здесь любое действие например например давайте увеличим логотип как это сделать нам нужно достать наш splash view controller из foreground splash window и что-нибудь с ним сделать так root view controller s кстати не очень удобно каждый раз доставать его и кастить мы это с вами потом решим а пока что оставим вот так splash view controller logo image view transform равно cg affine transform и увеличим его скажем на так на 88 разделенное на 72 я пишу так потому что я хочу чтобы он стал размера 88 я не хочу считать сколько это поэтому просто напишу вот так и оборачиваем это в блок ui view animate пускай здесь будет 0.3 все давайте проверим что получилось вот все завелось все работает логотип увеличился итак у нас есть статический splash screen и есть динамический splash screen для него мы создали объект splash presenter который умеет его показывать и скрывать давайте еще раз посмотрим на то что у нас в конце должно получиться итак у нас увеличивается логотип и снизу выезжает текст и фейдом появляется давайте это тоже напишем во первых нам нужно этот текст собственно определить переходим splash view controller пишем здесь view did lot super view did lot и что нам нужно сделать нам нужно засунуть сюда какую-то картинку в которой будет лежать наш текст я предлагаю вынести эту логику в splash presenter чтобы он как-то рандомно выбрал какой текст мы покажем а здесь завести такое свойство как text image и сюда его передать вернемся в splash presenter заведем здесь еще одно свойство назовем его private lazy var text image я позже скажу почему его вынес в отдельные свойства это пока пускай это останется тайной так равно во-первых сколько у нас всего вариантов тут 17 картинок поэтому нам по сути нужно сгенерить число от 1 до 17 и подставить его в название давайте это сделаем так текст count всего у нас их 17 теперь мы берем случайное число random number равно int random in range и здесь нужно указать наш range это будет от 1 до text count и дальше нам нужно сгенерить название картинки image name равно давайте посмотрим как оно называлось а еще лучше скей упасть им потому что не хочу писать руками так и поставляем сюда random number все должно работать здесь пишем return ui image named image name так должно работать давайте проверим но перед тем как проверить нам нужно не забыть конечно же это свойство определять в наш splash view контроллер вот здесь пишем splash view контроллер текст image текст имидж текст имидж равно текст имидж все проверяем да конечно же оно будет ругаться потому что я не поставил здесь optional исправили проверяем да все работает единственно он появился без анимации а просто вот сразу и того у нас есть статический splash screen и переходим в динамический и сразу появляется текст но он появляется без анимации и мы хотим сейчас сделать эту анимацию давайте посмотрим на то что от нас требуется этот текст он как бы выезжает снизу вверх и потом его альфа анимировано увеличивается до единицы а потом обратно откатывается назад так давайте это напишем сначала мы сделаем так чтобы текст выезжал снизу вверх для этого нужно сместить его сначала вниз на 20 поинтов а потом анимировано поднять для этого мы напишем splash view контроллер текст имидж вью трансформ равно cg affine transform translation x0 y20 потому что мы его смещаем на 20 и здесь в блоке animate мы пишем splash view контроллер текст имидж вью transform identity чтобы вернуть его в начальное состояние давайте запустим проверим что получилось да кажется получилось как мы и хотели давайте еще раз итак последнее что нам осталось сделать это появление текста фейдом он у нас выезжает снизу вверх и сейчас нам нужно анимировать его альфу для этого мы пишем splash view контроллер текст имидж вью альфа равно нулю то есть изначально он у нас скрыт и потом мы его в течение 0 15 секунд анимировано показываем ну альфу точнее восстанавливаем до единицы splash view контроллер текст имидж вью альфа равно 1 давайте запустим проверим что получилось итак это уже сильно больше похоже на то что нам нужно давайте для завершения напишем какую-то логику скрытия но она пока не будет похожа на то что здесь потому что мы это ставим на следующий скринкаст сейчас мы сделаем просто скрытие фейдом для этого достаточно просто скрыть наш foreground splash window это тоже можно сделать в блоке animate поэтому мы пишем uiview animate но нам нужен здесь метод с completion потому что нужно его не забыть вызвать пускай будет duration 0 3 animation пишем self foreground splash window альфа равно нулю и в completion мы вызываем наш completion собственно для чего чтобы в app деликаде освободилось это свойство так запускаем проверяем появилось все и скрылось отлично итак давайте пройдем еще раз потому что мы с вами сделали мы с вами запилили статический splash screen потом динамический сделали анимированный переход и сделали логику скрытия но пока упрощенную это был скринкаст меня зовут артур ставьте лайки подписывайтесь на канал рассказывайте друзьям нажимайте на колокольчик советуйте родственникам и так далее до встречи в следующем выпуске